Всего воскресе. Добавите, Всего воскрес. Боже, будь милостив ко мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Прости меня, грешного, и помилуй. Светися, светися, Новый Иерусалим. Слава Богу Господне на Тебе, Воссия. Лихуй ныне, веселись о Сионе. Ты же чистая красуйся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Слава от Свои Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и молитву ради причистой Твоей Матери, силы щаснагожитворящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых. Помилуй, спаси нас, якоблажники. И человека любец. Аминь. Божьей милостью будь мне грешному, создав имя Господи и помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ, Исущему грабе живот даровал. Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ, Исущему грабе живот даровал. Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ, Исущему грабе живот даровал. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, Сущий, на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Встав после снам, преподаем к стопам Твоим благи. Ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты, Боже, моли Твоим, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна, Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети сердце. Я открою стамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, моли Твоим, Богородице, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно полет судья, и деяния каждого обнаружатся со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, моли Твоим, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твоего человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву. Славит могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слово Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою ста мои, чтобы прославлять Тебе в благодарном сердце, воспевать Святившее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 43. Боже, мы слышали ушами своими, Отцы наши рассказывали о деле, какое ты садил в одни их, в одни древние. Ты рукою твоей истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. С тобой избадаем рогами врагов наших, во имя твое попрем ногами восстающих на нас, ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня. Но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас, а боги похвалимся всякий день, и имя твое будем прославлять вовек. Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, а обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его, а отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника, от взора врага и мстителя, все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило на нас сердце наше, и стопы наши не ухланились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наших Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас завет собрещенных на заклание. Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорби наши и угнетения наши, ибо душа наша унижена до праха, утроба наша опрельнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей. Излилось из сердца моего слово благое, я говорю, письмо я о царе. Язык мой трость скорописца, ты прекрасней сынов человеческих. Благодать извелась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный. Славою твоей, красотою твоей и всем украшениям твоем поспеши. Восядь на калипугницу ради истины и кротости, и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут перед тобою, а они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божие, Бог твой, елеем радости и более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирные, алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя стала царица одеснуя тебя в афирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И вожелай, царь, красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дождь тиры с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, а одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в роды и роды, посему народы будут славить тебя вовеки и веки. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят город Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой и растаялась земля. Господь сел с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвело напустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушая лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сел с нами, заступник наш, Бог Иакова. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посади ночи, приношу Тебе песнь спаси, и припадая к стопам Твои, я вызываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною добровольно распявшийся. Подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христи Божия, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердии Твоему принимаю за угодные Тебе дела. И я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире от дьявольского искушения, и спаси меня, и в них царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец, Источник и Податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего. Удостой меня при свете Твоей истины, и с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, вседержители Божьей силы бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольной и невольной, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Него в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный в блестивую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, выведи меня на путь спасения. Вот, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. Если я чем согрешил, в прошедшую ночь защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, Святыми Твоими всесильными мольбами отгоня от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца. И от помраченного ума моего, и погаси плавень страстей моих. Ибо я нищий, слаб, избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов. И Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Ольга, Екатерина, Надежда, Роман, Сергей, Татьяна, Янис. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плоть чрева Твоего. Ибо Ты родила, спаси Те от душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих. Благослови достояние Твоего. Помогай православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей. Всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши им милости Твоих. Посети их, укрепи, и силой Твои дары им здравия и спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей и родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи вольные и невольные. И даруй им царствие небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Ангелы Пияжи благодатней, чистая Дева, радуйся, Ипаки реку, радуйся. Твой Сын воскресе тридневен от гроба. И мир Твоя воздвигнула. И люди, веселитесь. Светися, светися в Новый Иерусалиме. Слава Бога Господне на Тебе воссияли. Куй ныне и веселись сегодня. Ты же чистая, красуйся Богородица. А восстание Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый, небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удосто их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя, направь их, Боже, на пути истины и добра. Чтобы они все делали в вас славу Твоего имени, научи их благочестиво, добровольно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства. Чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с Единородным Твоим Сыном, Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом благоразумия. Чтобы они скоро уразумели и своили изучаемые предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты, источник премудрости, Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Тише, Господи, конфликтовый в Керенбурге. Дай мудрости властям, как поступить в этом деле, Господи. И народ укрепи в вере православной и истинной, без духа сребролюбия, обмана, лжи и коварства. Тебе же слава, слава, отец, сын и святой дух. Аминь. Аминь. Молитесь, Игнат Тихонович. Спасибо, Господи. Помилуй от самого духовного родителя, сродника, благодетель митрополита Илариона. Епископа Евтихи, Вениамина, Агафа, Ангела, Диамида, Тихона, Антония, Священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амброса, Вадима, Засима, Андрея, Максима, Владимира. И Глебу не дай погибнуть. Диакова Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона. И весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И иногда еще священника, если угодно, тебе. Смири власти и воинствы, наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви твоей. Помудри их издавать добрые законы, чтобы человек мог достойно жить, чтобы было еще уделять нуждающимся. Сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана. Владимира, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. И приготовь земли к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. И сохрани нас, Господи. И в этом дне от всякого рода греха и искушения. И просим тебя, Владыка, защити нас здесь, и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря Сирокима, Владимира и обрати, Людмилу, Любовь Владимира, Алексея и Иосифа. Крещи добрых жителей, детьми, знающими законы, любящими уставы твои. Спаси и помилуй. Господи, сохрани школу. Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктору, Сергею, Севастьяну, Людмилу, Нину, Аликтину. Поведи всех на благовестие, вести эту радостную весть людям о спасении. Коснись этого дела в Екатеринбурге. Господи, вразуми архиереев и всех, принести покаяние перед народом за образование этой смуты. Чтобы они не погибли от невероятной жадности к серебролюбию. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все таланты, дарованные Тобою. И для всего по щинам добрых помощников, наставников, советников. Защити и помилуй. Спаси и помилуй, сохрани Надежду, Валентину, Екатерину, Наталью, Астасию, Евгению, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Екатерину, Екатерину. Гальвина. Мы познакомились, кому возвестили слово истины. Возри на дорогого, разруши их замысла, Тот их нас и перемири их с нами. И в судный день не помяни их безумие и клевет. Максима, Александра, Александра, Евгения, Виктора, Антония. Аллилуйя. Посети и воздай добром благодетелям нашим, помогающим нас, Елену, Людмилу, Ни Анила, Хатьяну. Евгения, Наталья, Надей, обрати их, Господи. Юрия. Разве, Надей. Светлана. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Будь милостив к нам, Владыка, посетить путешествующих, возбрати их и местах Льва, Раису, Виктору, Льву. Брагослови, найди джастаса этого месяца. Сил. Какая святая горя добудет и внишь. Господи Божий наш, слава Тебе. Найди отступки, подставь. Не дай ему окончательно погибнуть. Михаила, Николая, Александра, Юлия. Спасибо. Дай силу болящим перенести страдания и пошли в исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Надежда, Игоря. Валентина, 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 Татьяна, Татьяна, Александра, Мария. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться полезным для спасения души нашей. Сохрани наше сокровище в интернете. И благослови тех, кто помогает нам быть там, распространять слово истины Твоей. И трудящихся благослови Игоря, Юлия, Дмитрия Викторовича, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Вячеслава, Дмитрия, Виталия. И обрати на путь истинный, Архоему, Тимофею, Тимофею, Мартину, Герману, Александру, Симеону, Леонтью. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышнему Богу, на земле мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне в руки святую Библию. И указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину, как труд Духа Святого. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас. Аллилуйя. Господи, воздай дождусь всем, кто помогал нам в нашем путешествии. Павла, Динаиду, Владимира, Семейства, Надежда, Людмилу и Дмитрию нашего. Слава Тебе, Божий наш, хвала Тебе. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил, защищал. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Проведи душу мою в лекарство, страшное непонятное. И введи ее на веки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Иоанн, Креститель предтеча Христов, моли Бога о нас. Мужчина, Господи, житель в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным во всем экономным. Никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару и жилье Сергею Голубину. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас. И укрепи, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. А что я? Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Мой, Иосиф, Патриархи, Едраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Барах, Изекирь, Осия, Иль, Агей, Сапоня, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрак и Порок, Михея, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнил Господь Духом пророчество сердца людей в церкви. Я бы вышли к тебе с горящими святильниками истинной веры, и готовности ожидающими тебя, и сосудами полными или добрых дел, с отделанной в Душе Святом с любовью. Аллилуйя! Благослови Едру, Рахи, родство их, и сохрани их от всякого родозра и греха Исаамири, и открой истину твою святую, дабы она не верила уже пророчеству. Добрые дела ее да придут на память перед тобой. Грите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувины, серафимы, и все небесные силы, престолы Божьего предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матвей, Марк, Лука и Иоанн. Бодарут Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Господи, даруй духовное рождение патриархам, епископам, священникам и всей пастью, и водительство духом твоим святым. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Молите Бога о нас, святые мужчины и мужчины. Игнатий Богоносец, Поликармс, Минский, Усинский, Лософт, Касмай, Дамиян, Андрей, Стратилат и Иерон, мужчины, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеима, 40 святых мужчин и холм, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Греб. Бога о нас укрепит Господь церковской, И дабы никто не принял на чертание зверя. Анфиму, Вениамину, и дай веру, И в старше родителей заложенное воспитание. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Брян, Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ивов, Сергий, Радонский, Стефан, Перм, Серапин, Царовский, Ян Тобольский, Анкронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нам Господь в святой православной вере. А замыселечеков разрушит, Рождей, мечтой превратит. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены, Игелы, и теплые первомученицы, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матеря, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепихуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина, Дарует Господь, Жены мы делаем послушание, и молчание, целомудрие, и стыдилось, и сохраних от всяческого поругания, Аллилуйя! Старый Бог Божий наш, и спратник покорил, и долины семейства, и Евгений, и Надежды, и Надежды Плепашевны, и Людмила, и Иоанна, и прими нашу молитву, издяния рук, жертву влечения, благоухания, и приятной перед престолом благодати Твоей, и соедини, Господи, и молитву нашу, с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле, о всемогущий Создатель! Услыши, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, в крови голлобских Твоих страданий, и в крови пролитой за нас, прошу Тебя, услыши нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их, и помилуй в Христе Божии наш, Аллилуйя! Говори, владыка, слушай, и дослышит раб Твой! Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Христос воскрес всем! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Я вчера говорил, что у меня часа через два будет собрание выставлено, вчерашнее, но получилось, что какую-то ошибку, очевидно, сделал, и среди ночи несколько раз пытался запустить, и все это уже дошло, уже обработано было и пропало. И пришлось снова это, и Господь позволил, захочалось. Вот смотрите, там вчера говорил о том, что делается в Екатеринбурге. Выход только один, они не слышат сейчас. Один выход, чтобы митрополит вышел, встал на колени и попросил прощения у народа за то, что они делают, что не учат народ благовестию. А попы, монахи, которые приходят там, все, это без него они никуда. Ясно, что это тайная, серый кардинал, а все это одобряет смуту, совершенно не думая о последствиях. В дело-то не в президенте, а в митрополите. И патриарх сейчас бы только одно слово сказал, и митрополит бы на четвереньках приполз к нему за эту смуту. Но этого нету, вот об этом надо молиться. О смирении тех, которые ищут смирение в других. И когда говорят, не судите, они закладывают попы. Только один смысл. Не трожьте нас. А трогать надо, потому что они люди. И поэтому вчера я об этом как раз и говорил. Строить в другом месте. Здесь нельзя. Здесь плевать на него будут, на этот храм столетия целые. Сколько арестованных, кто-то погибнет. И все это будут вешать на церковь. Сейчас везде. Я уважала церковь, ходила сейчас, ненавижу все. Посмотрите, какие отзывы делают. Это сатана делает через тех, которые гнали, позорили тех, кто несет Слово Божие. Сейчас возмездие, видимо, при дверях. И они снова будут уничтожены, выметены, сожжены все. Как было в определенное время, в 17 по 37 и далее года. Вот об этом надо молиться. Отошел. Господи, помилуй. Мы продолжаем чтение книги к истинному православию. Тема о табакокурении. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16-17 стихи. Минздрав СССР до своей, в кавычках, кончины, нелицемерно предупреждал с каждой сигаретной и папиросной пачки о вреде курения для здоровья. Это предупреждение читали генсеки усопшей компартии и курящие священники и их дымящие прихожане. Хорошо бы помнить отточенную временем народную мудрость. Полюбил табак, впереди рак. Куришь, сам себя губишь. Табак и вино с пьяницей заодно. Кто к себе суров, тот и здоров. Но, увы, в дьявольские жестокие плен табакокурения ежегодно попадают все новые миллионы детей, женщин и мужчин. В мире под табак отведено около 5 миллионов гектар плодородных земель, с которых можно было бы собрать 10-20 миллионов тонн зерна пшеницы. За год на планете выкуривается почти 4 тысячи миллиардов сигарет стоимостью 100 миллиардов долларов. Средний курильщик выкуривает 2860 сигарет. В табачном дыме содержится до 6 тысяч различных компонентов, 30 из которых натуральные яды, никотин, бензопрены, нитрозамин, угарный газ. Смертельная доза никотина для человека 150 миллиграмм. И именно такая доза поступает в кровь после выкуривания 25 сигарет. Спасает отчасти дробность по времени и дозе поступления ядов внутрь и обезвреживающие выделительные функции органов человека. По причине многокомпонентности табачного дыма практически ни одна система, ни один орган человека не остаются без отравляющего действия, что выражается в ухудшении памяти, внимания, задержке развития детей, бесплодии, нарушениях беременности, врожденных уродствов, возвращении и при снижении терапевтического эффекта при лечении ряда заболеваний. Токсичность табачного дыма в 4,25 раза превышает токсичность выхлопного газа автомобиля. Выше токсичности выдыхаемого не курящим человека воздуха ванна 1100 раз. Выкуривание одной сигареты равнозначно пребыванию вблизи оживленной автомагистрали в течение 16 часов. ВВ дело Рюк губительная сигарета Москва Мед 87 год. Риск заболевания раком легких у выкуривающих в день по одной пачке сигарет в 30 раз выше. Уровень смертности в 8-10 раз превышает смертность от дорожно-транспортных происшествий. Курение обусловливает более 80% всех смертей от ишемической болезни сердца, инфаркт миокарда и болезни сосудов. Каждый табакур бессовестный эгоист. Он не видит и не замечает никого, к кому тянется змея ядовитых паров, кто задыхается от смертельного смога, исходящего из его рта. Поток дыма, вдыхаемого курящим, составляет 32%, а большая часть дыма выделяется в окружающую среду для некурящих. Пребывание в течение 8 часов в закрытом помещении, где курят равнозначно курению более 5 сигарет, при этом вдыхается до 14 миллиграмм веществ, вызывающих рак и задерживающихся в легких до 70 дней. ОС Раб Даль Курения 88 год. По сообщениям Всемирной Организации Здравоохранения в различных странах мира курильщицы составляют от 20 до 50 процентов. Да, миллионы женщин сегодня курят преждевременно старея, губя здоровье свое и детей своих, будущих и рожденных. О, сколько нежности и грации легло под меч эмансипации. Кузьмин, курение мы и наши потомства. Москва, Советская Россия, 89 год. Курящий есть аллегория ядовитого змея Горыныча из сказки. Изо рта огонь исходит у него, а из ноздрей дым, все отравляя вокруг. Лев Толстой, архиеретик по Писанию, но уразумел однако. Я сам когда-то курил и не могу поверить сейчас, что мог держать в руках когда-то эту мерзость. Отсюда исходит, что всякий курящий есть мерзавец. Журнал Здоровья Мира напоминает, что курящий табак есть самоубийца, теряющий 12-15 лет жизни, а последние 20 лет жизни отравляет землю кашлем, извержением мерзкой слюны. О прочих же народах, происшедших от Адама, ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их ты уподобил каплям, каплющим из сосуда. Третья книга езды, 6-я глава, 56-й стих. Народы севера научились пить и жить с трубкой в зубах и ограничили срок жизни в 34 года. Человек извратил путь и разум свои. Голос слышен на высотах жалобный плач снов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Иеремия 3-21 называя себя мудрым обезумел а вместо потребного для жизни хлеба, воды, воздуха, жилья, одежды Сирахов 29-24-39-32 включил в рацион ежедневный и ночной крайне непотребное разрушительное самоубийственное влагая в закрутку троеперст на табак держа двоеперст на волючую мерзость лукавое сердце человеческое крайне испорчено и от лица как бы верующего вопрошает А где в Библии сказано о запрещении табакокурения если где сказано то он перестанет курить наверняка зная что слово табак не могло быть в Библии в Европе появилась лишь с открытием Америки Колумбом а получила в России массовое распространение при русском тиране и антихристе Петре I в Библии нет слов о том что нельзя ехать на красный свет об опасности радиации спида о порнографии о запрете противозачаточных средств абортов жвачек ибо он льстит себе в глазах своих будто отыскивает беззаконие свое чтобы возненавидеть его слова уст его неправда и лукавство не хочет он вразумиться чтобы делать добро на ложе своем замышляет беззаконие становится на путь недобрый не гнушается злом салон 35 33 по 5 стихи табакокурение есть непотребство то есть то что для человека не предусмотрено при его творении род курящего клоака для тела нужен воздух а не угарный газ никотина кто лишает свое тело потребного для жизни разрушает тело того покарает бог решит жизни сей царство небесного якобы 26 из сердца человеческого исходит непотребство марка 7 глава 21 по 22 римлянам 128 чтобы не оплакивать мне многих которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте блудодеяний и непотребстве какое делали второе коринфянам 12 21 галатам 5 19 демоны требуют дыма в жертвах идольских сожжений и табакокурения этой утонченной материи табака соединенного с похотью зрелого сердца иоанна 8 44 ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человеко убийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истины когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи кодят демоном дьяволу почти непрерывно уста курящего демонская кадильница говорит святой Иоанн Кронштадтский если даже разрешенное курение благовония и скадильницы священно отвратительно Богу цитата не носите больше даров тщетных курение отвратительно для меня новомесячные и суббот праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования Исайя 1.13 то есть отвратительно это Богу когда люди живут во грехе то что говорить о демонской кадильнице со смертоносным самоубийственным дымом и вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей которые принесли курение числа 16.35 и вот видим как почернели лица курящих послание Иеремия 20 глава как вся земля осквернена мерзостью окурков желая сказать о себе доброе пишут без мредных привычек имея ввиду так же конечно же и табакокурение курить начинают шутя крадучись а бросить не могут по серьезному прожигая себе легкие поражая все пять органов чувств за самоубийц нет приношения отпевания церковного вопрос 14 если кто будучи вне себя поднимет на себя руки или повержет себя с высоты за такового должны ли быть приношения или нет ответ а таковом священнослужитель должен рассудить и подлинно ли будучи вне ума садилась ибо часто близкие пострадавшему от самого себя желая достигнуть и да будет приношение молитвы за него не правдуют и глаголют якобы якобы вне себя может же быть и як сделался и от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия и от таковом не подобает быти приношения ибо есть самоубийца посему священнослужитель непременно должен со всяким чечанием испытывать и да не подпадает осуждению тимофея 14 глава жития святого пахомия память 15 мая сказано о том как по недосмотру в одном монастыре покончили жизнь самоубийством покончили жизнь самоубийством две монахини и как святой пахомий отлучил от святого причастия весь монастырь на семь лет сегодня гибнут миллионы от табака ежегодно и кто отлучил этих самоубийц и убийц отнимающих здоровье и жизнь у тех кто с ними живет табак курни должны в храм входить с этой мерзостью цитата всякую мерзость господь ненавидит и неприятно она боящимся его серахов 15 13 возвратись ко всевышнему и отвратись от неправды и сильно возненавить мерзость серахова 17 23 он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших как от нечистот увлажает кончину праведних и тщеславно называет отцом своим богом премудрость 2 16 люди вменяют себе во славу то что делают мерзость цитата вменяет себе в славу что делает мерзость и премудрость 17 9 не ешь никакой мерзости второзаконие 14 3 и хотя никакая трава не запрещена человеку в пищу но как Василий Великий говорит не объелись же мы белины чтобы есть белину добавим и табак и все наркотическое токсиком манию цитата когда ты войдешь землю которую дает тебе господь бог твой тогда не научи сделать мерзости какие делали народы сии законе 18 9 да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили подражая всем мерзостям язычников цитата и возгнушали законом моим и не уразумели его но презрели когда еще имели свободу и когда еще отверсто было им место для покаяния не познают меня по смерти в мучении третье язро 9 11 нечестие мерзость для уст моих притч 8 7 так как делающий грех есть раб греха то курящие делаются абсолютно безвольными людьми без чести и совести и у каждого первого встречного могут спросить этой мерзости хотя хлеба спросить не решаются цитата они избрали собственные свои пути и душа их находит удовольствие в мерзостях их Исайя 66 3 те которые едят мерзкое все погибнут Исайя 66 17 и сколько денег ушло на эту мерзость цитата от юности наша эта мерзость пожирала труды отцов наших овец их и валов их сыновей их и дочерей их Иеремия 3 24 стыдя стыдятся ли они делая эти мерзости Иеремия Иеремия 7 30 посему так говорит Господь спросите между народами слыхал ли кто подобное сему крайне гнусные дела совершила дева Израилева Иеремия 18 13 Самое дорогое у человека сердце занято не жертвой вечерней молитвой возносящей как благоухан эфемиан но из демонской кодильницы поднимаются клубы смерти как из преисподней и сердце мерзость запустения на святом месте Прогдан 9 27 Поистине что у человека высоко то мерзость пред Богом Лука 16 15 И только Бог может исторгнуть из зубов его Папиросу Захария 9 7 Потому что в Царство Небесное не войдет никто преданной мерзости и лжи Откровение 21 27 Говорят обманывая себя что нет никакого вреда от курения что у него дед курил с 5 месяцев до 500 лет и был здоров Такую басню вложил сатана в уста преданных этому сатанинскому рабству Один ревнитель святости долго боролся против табакокурения и однажды его самого увидели торгующим табаком всем покупателям он так рекламировал эту злую похоть кто будет курить тот никогда не составится такого не обкрадут вор воры того не укусит собака как это может быть потому что курящий умрет в молодых летах летах не составится будет кашлять всю ночь вор не полезет к тому кто дома не спит и не спит и собака не подступится к тому кто идет с палкой а у курящего столько болезни что ему на двух ногах не устоять потребуются подпорки курящий одновременно враждует против двух заповедей любви он ненавидит бога ибо извращает назначение божьего хорошего творения табака годного для уничтожения вредителей левогороди и отпарший овец а также он испортил добрую землю под табак отравил всех возделывающих его ибо у них массовые выкидыши и малокровие перевел на курительную бумагу тысячи гектаров леса по небрежности сжег целые рощи и дома показал дурной пример подрастающим возненавидел чистый воздух отравляет самого себя и ближних это эгоист тиран ненавидящий все живое это особенно чувствует пчелы какая совместимость храма божия тело нашего с идолами табаком 2 коринфянам 6 16 святому венедикту память 14 марта враги вложили яд в вино и в просфор но ворон у него с отравленным в пустыню хватит ли ворон ныне чтобы вынести всю табачную отраву хватит ли ворон ныне чтобы вынести всю табачную отраву у курящего разрушена нервная система поэтому так легко проникает дьявол в курящих с другими пороками у курящего сорваны петли он раздражителен гневлив похотлив к мерзкому из-за дымовой завесы он не видит неба цитата но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью иакова 1.14 ибо нечестивый хвалится похотью души своей коростолюбец ублажает себя псалом 9.24 желающий принять святое крещение еще до приема его воглашены должен отстать от этого самоубийственного занятия как послушные дети не сообразуйтесь с прежними похотями бывшим в неведении вашим 1.Петра 11.14 возлюбленные прошу вас как пришельцев и странников удаляться от плотских похоти восстающих на душу 2.11 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования дабы вы через них соделались причастниками божеского естества удалившись от господствующего в мире расстреления похотью 2.Петра 1.4 это ропотники ничем недовольные поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно послание Иуды 16 глава то и предал их бог в похотях сердец их нечистоте так что они сквернили сами свои тела римлянам 1.24 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева как и прочие ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге Колоссянам 3.3 Не позволяйте детям даже в виде игры вкладывать в рот подобие папиросы юношеских похоти убегай одержись правды веры любви мира со всеми призывающими Господа чистого сердца 2.3 Тимофею 2.22 Научающие нас чтобы мы отвергнув нечестие и мирские похоти целомудренно праведно и благочестиво жили в нынешнем веке слание титул 2.12 Ибо и мы были некогда несмысленны непокорны заблудши были рабы похоти различных удовольствий жили в злобе и зависти были гнусны ненавидели друг друга титу 3.3 Помоги нам Господи да не положим пред очами вещи непотребные псалом 100 3.3 ибо зловон дым и огонь прообразует тот вечный негасимый гиенский пламень мучений в котором будут мучиться после страшного суда все курильщики самоубийцы плененные дьяволом при жизни земной этой губительной страстью чем мой 20 века где табак там нет молитвы поста целомудрия но жестокость невоздержанность раздражительность покайся обратись ко христу да спасет он тебя от проказы греха аминь сегодня достаточно все на сегодня прощаемся ну что вооружились против табака ну еще как я думаю что среди вот этих кто здесь у нас утрами молятся то нет курящих курящие среди были буржуев среди коммунистов черчилль изо рта я тут палку не вытаскивал сигару всюду везде непрерывно пыхтел какие таланты он в себе загубил сталин трубка пережигал сколько умер неизвестно отчего 73 года прожил с табаком а так то он бы дольше прожил и вот государство знает что это наркотик выпускает официально за наркоманами гоняется перекрывает все каналы а этот наркотик свободно и в Америке везде договорились так за табак не будем потому что иначе ничего не получится это надолго хватает все-таки живет человек наркоман 36 лет 34 года и там все все обман ну ты-то это понял не участвуй а как бороться против табак курения самое первое не кури и второе не позволяй себе разговаривать с курящим когда у него в руках папироса вот здесь я сейчас рулетку можете не курить отложили а если нет я тогда ухожу от вас и сразу выключил и все даже через расстояние при мне это с ними не разговаривать с кем бы не разговаривал да кури там или брось а я в это время уйду куда-нибудь это тоже действует вот родители если дают день рождения там какие-то деньги детям но они маленькие совсем ну там нарзан нальют в воду и сразу давайте щекнемся то есть щекнутые умом и они так же поднимают стаканы так же звенят пакость курят везде а вот сейчас я гляжу президент и председатель совета министров ни разу не видал с папиросами вот одного никогда не видели пьяным а второе видели неоднократно пьяница проспится а дурак никогда это тяжелая шутка как-то в автобусе дескать едут плотно прижали прижимают друг друга и ничего не сделают ну мужчина прижали его там полураздетая женщина а женщина обернулась и говорит нажрутся говорит дышать нечем алкоголь тут водка все он кое-как разлепил глаза посмотрел на нее да была получка я выпил но я просплюсь и утром пойду на работу да а у тебя ноги кривые такие останутся вот вот в ответ никогда не надо ничего придумывать сделали замещание все я вспоминаю ездил там венесейск и в очереди за билетами стояли и точно так же мужик один дышал перегаром как говорят ну и впереди стоящая женщина ну нажрутся дышать нещем от них мужик отошел в сторонку сразу да мы выпили мы водку пили неодеколон то есть он наверное первый раз неодеколон пил и она смотрит на него не поймет при чем тут одеколон то его пьют тоже в нем какой-то алкоголь как в боярышнике я говорю я не пил только водку пили как все захохотали обстановка такая сложная была билетов не хватает и все засмеялись еще вспоминаю вот у старообрядок у них нет никакого юмора в Барнауле в очереди стояли ну в очередь забит вокзал второй вокзал там два вокзала они рядом старые новые ну а женщина что надо выписывать как положено ну что ты сидишь там ну маленько там можно быстрее пояс отходит ну как могу так и дескать никак там по головам буквально идут маленького ребенка по головам передают друг другу там в очереди стоял ну мужик один казах стоит и видимо здоровый такой сидит медленно торгует все а один какой-то завидел она там у нее без подката раскудлатилась кикимора он он сразу же повторил раскудлатилась кикимора а потом повернулся а что это такое и опять все засмеялись и обстановка разрядилась вот даже такое маленькое не обидно и женщина там которая сидит тоже засмеялась в кассирте с табакуром разговаривать нужно серьезно от окурков сколько лесов сгорело сколько пожаров было в постели сгорают у нас тут я не знаю где тут недалеко от нас где я живу умер коммунист ну и старый коммунист пришел его хоронить ну надо говорят там как-то чтобы свечи горели ну а когда нести это же деньги платить они решили дома это все справить свечки у гроба на крышку ну кто будет дежурить я буду дежурить там сидит носом клюет ну и он в дыму чуть не отравился свечка упала и все что у мертвеца лежало сгорело и он обгорел как в ассенцами покойник но эта молва уже пошла вот видишь заранее бог показывает что ему в аду мучиться вот такие бывают случаи пришла одна женщина это Амросия Юрасов рассказывает и говорит батюшка как отца нашего похоронить отпевать ну как в церковь так он не верующий был не верующий так а зачем его отпевать но он был хороший хороший коммунист так ну и коммунисты пусть отпевают так они не отпевают я не знаю чем тебе помочь а вы знаете вот тут главный памятник Ленину стоит ну да на площади ну поднесите гроб и гробом ударьте в памятник потом еще раз обнесите с другой стороны гробом ударьте чтобы тот гробу-то почувствовал ну три раза так обойдите и три раза ударьте гробом-то в это чучело я да какая польза так вот такая польза что по крайней мере ты вразумишься хотя бы народ-то совсем ничего не понимает а почему да не учат я вот просчитал устав и свидетелей Иегова его сейчас включить на православных то и сказать или вот так верить ну только по православному не принимать их заблуждение не отроется что у человека души нету а просто график работы и там у них перечисляется там простой человек который это пионер дальше офицер там генерал это начальник у них воинские звания как бы и вот простолюдин обыкновенный то он за месяц должен посетить не менее как сто квартир самый простой самая бабка едва движется а если дома не может не меньше чем сто раз или сколько там 30 раз за месяц я так цифры не знаю давно считал и о которой там нужно помочь и кто-то еще больше о которой самый генерал то у них там начальник то он должен чуть ли не три или четыре семейства посетить в течение одного дня без пропусков ну а теперь если православные так делали ну говорят вот мусульман много а православных опять мало ну мало почему да потому что все делают для того чтобы не было совсем их а зачем они нужны никого не любят даже себя не любят отравляют у мусульманки задача она молится об этом чтобы Аллаху подарить пять сыновей а у русских как только все месячные кончились она знает что забеременела паника что делать муж ну что делать ну у нас и так уже два ребенка ищетута вот у нас у меня племянник приезжает и узнали что жена беременна третьим да соседи все да вы что делаете да куда этот три вот у моей мамы было 12 детей там бабушки кажется 14 и там дальше так одна беременна была 24 ну умирали оставались сильные крепкие на таблетках на уколах не поднимали которые немощны вот так и жизнь будет немощной реанимация сердечные там операции ну такой и будет человек а к чему это вы говорите скажет к тому чтобы Богу доверялись вот в этом обществе как мы живем у меня соседи поселились первый год ну и в окно выставят динамику и крутят там разную пакость а тогда такие матершинные песни были в фаворе ну и пришел даже как-то ко мне явились милиции и я сказал вот такое дело какие недостатки то и закрыли это окно я не против но он включает рано-поздно да я в частном доме меня это не очень касалось а почему это чей-то сын чья-то дочь сегодня статистика показывает у мусульман в среднем по круговому брать в каждой семье 8,1 ребенка это у меня устаревшие данные сейчас может и больше а у русских 1,8 вот и все да там вот тут с мулой стали разговаривать и говорят какая у вас главная задача он говорит ребят жениться жениться не хотят мусульмане но я все время им говорю надо вам жениться ну у них нет того что если ты один ты для бога нет а у русских то наоборот высшее качество это монах вот там выступает Александр Лукашенко батька на Белоруссию и говорит там я слышал как он выступает там какой-то священник монах ну что-то там такое заделанное и заступает у самого-то никого нету и это и заботится заботится такое учение что монашество это золото семейное жизнь серебро ой-ой-ой вот сегодня одну тему прилепили мы к молитве я думаю ее кое-кто прочитает считает нормально и вот как-то на своем участке тоже у нас деревни при въезде в деревню везде надписи на территории деревни курить запрещается не в домах на улице курить запрещается ну а было что курили ну было их никто не видел у меня тут приезжали корреспонденты с Аманной такое называется где Сергей с собаками а он там за сарай зашел и курит и не видишь что другой фотограф его снял а когда дал мне там что-то снимать я это и увидал при чем ты так курил да как я вроде зашел нельзя это территория деревни чтобы не воняло ты должен был подъезжая к деревне спрятать где-то в земле зарыть ну ладно ко мне вопросы есть какие а то отойду сейчас у нас 2 июня в Деряевке день деревни вот из желающих ваших и кто про нас знает ваши на меня выходите разрешим приехать он приедет выпишем маршрутку 2 июня не знаем кто будет кое-кого приглашали наши тут могут приехать гонкин а по поводу удерживающего теперь в откровении Иоанна Богословна. Это что понимать надо? Дух Святой. Он удержит и римское право. Вот Конституция пока есть. Антихри все это отменит. Римское право. Рим оставил справедливые такие законы. И сейчас тоже, если так по законам-то смотреть, если бы олигархи там не воровали, это банда грабителей. Но остальное-то все нормально. Закон такой, о стариках заботиться. И не разрешает там хулиганить. Закон. И он будет взят от среды. И вот на это наложит печать свою Антихриста. Два толкования, но не об одном. Потому что и закон это тоже Дух Святой побудил. Это в Римской империи закон был. А она простояла больше тысячи лет. Ну и еще что? То есть, уже Римской империи нету? Уже давно уже, да? Что нету? Римской империи давно нету? Ну, конечно. То есть, в каком году? Что считать? За падение Римской империи. Рим захвачен был. Может быть, это было при Аларихе. Надо посмотреть. Ну, вот так. Все тогда, если ничего нету? Отошел я. Это на занятиях тогда будет. Все, с Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...